всем доброго вечера дорогие мои ну вот воскресенье проходит уже на улице сейчас пока тепло градусов 12 наверное 12 13 солнышко но я вот вам успел снять показал как увеличивает площадь сосед своей квартиры на гереша первым этажей у вас вопрос также сразу возник мои подписчицы в комментариях а можно так делать не бывает ли как это вы знаете я хочу сказать что здесь почему вот быстро строить дома почему вот это вот обустраивается района быстро да все все течение последних пяти лет вот только моем районе произошли грандиозные изменения течение пяти лет весь район был застроен и не только застроен но и проведены все коммуникации подземные кабели интернета каждому дому я уже не говорю газификации все 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 и построены школы лицеи общем короче магазины детские сады течение пяти лет вот чему я потому что бюрократии в этом деле мало я вчерашнем ролик вам говорил что когда григоренко вице-премьер зашел владимир владимирович бутина сказал что 300 с лишним тысяч было запретов для бизнеса осталось еще убрали половину сейчас осталось еще 170 тысяч представляете если бы столько бы запретов на всякое то здесь было бы здесь бы не только вот сосед вот это свои вот это увеличение площади вам бы наверное согласовал бы наверное годами может быть потому что это очень там то да все 5 10 понимаете я хочу сказать что мы очень любим мы очень любим прикопаться ко всему прикопаться понимаете у нас вот такая это что я это помню до спор томска когда жил дом был в основном заселен учеными преподавателями вузов вот томска и вот дому дом был 73 года вот девятиэтажный дом и подъезде естественно пришли негодность там то что было столько времени ремонта не было ничего и я решил короче все это облагородить и пас красивый подъездил из красных кирпича вход все все и когда я это начал делать прямо жильцы нашим подъезде вы подходили а у вас на это разрешение а у вас на это есть а у вас актом это разрешил и вот когда я его закончил все сдал все нормально того что ко мне не пришли с проверками там вот решили сделать и во всех подъездах так красиво же получилось ну во всех подъездах так красиво как у меня конечно не получилось потому что сделали тепля так со мной это нормально чем было вот и что я хочу сказать тут я же говорю вот мы сами любим вот так ко всему прикопаться ко всему будем прикопаться вот здесь нет такого чтобы у человека вот как бы это до чем-нибудь до колодца понимаете здесь люди я же говорю вам показывал рынке тысячи раз на рынках приезжает и заплатил на месте продает свои это там нету никаких там лаборатории как у нас надо там лабораторию отнести частная это на нитраты это надо сдавать на это мясо надо сдавать на анализ как сочи я доску помню до сочинском рынке лаборатории там мясо там сдавать надо там туда все естественно все делать для того чтобы опять же создавать препятствия понимает опять же деньги 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 вот здесь такого нет понимаете и слава еще никто не отравился я за 8 лет я знаю что ни один человек уже не не было такого лучше чтобы на рынке что-то купил отравился чтобы жалобы какие-то вот здесь нет таких препятствий понимаете мы сами создаем это препятствие сами же усложняем свою жизнь как говорил конструктор калашников автомат калашникова чем любит почему его любит потому что автомат калашникова простой понимаете простой простота простота его можно в воду нажить вытащить стреляй песок а попробуйте американский м16 чуть попадет и все у него затвор заклинил он не стреляет понимаете то есть вот это препятствие сам это препятствие нельзя человек должно быть простота понимаете вот простота вот тогда и в жизни и дома можно построить и улицы и все 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 вот все зависит от нас сами все зависит от нас и мы привыкли вот к этому документализму понимать документализму мы привыкли на всем этом хотя хотя я хочу сказать что то что там продают у нас в маркетах там пальмовое масло туда-сюда всякой химию это никто ничего потому что там уже все договорено все договорено все уже там решено все сделано вот это а попробовать какой-нибудь бабка там придет и петрушку продавать это петрушки найдут тысячи нитратов и все такое короче это бабка еще будет платить сама и тут тоже самое человек захотел вот договорился вот соседями соседи не против земля их не собственность пожалуйста делай вот я захотел вот решетками везде сделал сделал я захотел виноградник это сделать вызвать сварщиков металлом мы быстро виноградники все все красиво сделал вот то есть на территории это сами жильцы хозяева просто договориться соседями договариваешься никто не против а кому он мешает строй да и все и живи главное чтобы конструкцию дома не трогать и несущие стене не задевать и все понимаете вот здесь восток вот такое дело и вот на восток и все основные проблемы решается за чашкой обычного чая да знаете вот правильно мой подписчик комментариях написал что вы 15 лет живете сами прожили восток уже востоковедвый что столько лет понадобилось чтоб понять да для того чтобы восток понять в ней надо очень долго жить поэтому говорят восток дело тонкая восток дело тонкая тут и договориться и поговорить и все 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 можно делать очень быстро очень быстро можно ну конечно никогда никого не подводить вес тоже за человеком смотрю и про человека идут сплетни впереди него за километр если ты кого-то здесь подвел кого-то здесь это вот впереди тебя идет уже это самое твои и поэтому ты даже можешь не подходить это самое как говорится как вот колониях обычно человек еще сидит сезон пока еще не приехал колонии про него уже знает там же за что он сидит там что он натворил там это потому что вот так и малява идет короче на него и все короче человек не может сказать что я это уже про него идет же разговор вот здесь такая же ерунда с восток ребята восток вот а но мы даже приезжая сюда бывает так что сами усложняем свою жизнь а так можно с очень просто спокойно жить вот сегодня одна блогерша она с австралии сама живет в алании она про про очень я ее канал уважаю она правильно вещи сказала вот про отношения наши сейчас вот межнациональные здесь с украинскими все такое вот и она уражали в этой европе все все это европа понимает это европа европа другие ты здесь такой не пойдет здесь здесь законы жесты жесткие и потом здесь нет такого чтобы этой мне лично я вот например россияне ну чего я буду бояться что я россияне я наоборот я буду гадать да я горжусь то я россияне я и горжусь то я турецкий гражданин я горжусь знаете зачем бояться что меня что-то это она написала что там краском обливает машине это это европа это европа я не хочу ругать ревел европу но европейский образ жизни тоже хорошие но все оттуда брать не стоит любой жизни из любой короче самое из любого общества надо брать только хорошие то что это плохое везде и плохое надо оставлять вот здесь вот я посмотрел здесь ничем не хуже и европы я имею ввиду качестве жизни до качестве жизни я же за пять лет вот столько грандиозного построили у меня вот друг у питера живет скоро в этом году хочет приехать мой подписчик тоже вот вы приедете вы даже не узнаете что вы здесь три года назад вокруг помните были ты уже ничего нет же все дома здесь детей построен вставляете мы с вами рядом ходили которые еще были пустые там уже огромный лицей четырехэтажные шикарные с бассейном так что все здесь понимаете очень быстро быстро все красиво качественно а потому что препятствий нет понимаете бюрократических препятствий нету а мы зациклины вот этими инструкциями вот представляете еще осталось 170 тысяч я когда это услышал боленни мне кажется вадимирадич тоже еще удивился что еще осталось 170 тысяч не 170 170 тысяч требований к бизнесу это это все это выполнять извините здесь нет такого без то хочет работать работает кто хочет заработать зарабатывает кто хочет бездельничать тоже бездельничает плачет что ай жизнь не удалось все такое кто хочет учиться университеты открыты и заочные факультеты и очные факультеты открыты кто спортом хочет заниматься хочет платный есть платный хоть и бесплатный бесплатно хочет вообще на улице пожалуйста тренажер везде все условия для человека созданы магазинах тоже самое есть дешевые магазины или тоже самый товар продается почти там ничем не отличает есть дорогущие это микросклер обычно местные туда и не ходят там толстым кошельком будет там все это вот многие блогер году здесь вот ассортиментом магазинах это самое не такой же так одну колбаса куриная много говяжья там туда-сюда но двух-трех сортов я у нас год сортов 50 но так поймите и там и цены так и такой же в ассортименте 7 мидроси есть и немало там если бастурма мастурма и все что хочешь мы деньги конечно а тут вот это а 101 бим шок это создан понимаете для людей со средним достатком для людей со средним достатком которые могут позволить колбаса тоже есть сыр и есть разные брынза клей конфеты шоколадный распродажи постоянно бывают вот но теперь вернемся к востоку ассимиляция вообще наших людей здесь будет или нет ассимиляция возможно здесь при соблюдении следующих условий это я уже говорил раньше тоже чужой монастыр со своим уставом не ходят надо воспринимать этот народ с их обычаями как положено как это самое менталитет все-все не фыркать не сликать то что у нас например было какие-то эти там гадский привычка все оставить там за стойкой аэропорта летел уже уже надо здесь по здешним жить доброта куда же улыбка фолшивая но она должна быть улыбкой людьми вот злость надо бросить сторону и у вас всегда все будет хорошо все будет вот сейчас я же говорю вот я в 2014 году до когда я сюда приехал я 2000 22 года совсем два человека я рая разве чай разные люди я другым человеком стал здесь я на жизнь смотрю же по-другому еще благодаря моим этим учителям тоже конечно но основном я на жизнь смотрю уже по-другому тоже на многое тоже для меня было дико все вот как-то не мог это сама как-то все-таки на советский образ жизни вели все-таки советское время рожденные люди вы решили ли а сейчас я уже совсем другой человек мне здесь нравится очень мне нравится это я всем своим друзьям тоже говорю вы приезжаете вы не надо возмущаться сначала там туда-сюда опять поживите года полтора вот тоже достаточно даже меньше года уже на все будете по-другому смотреть самое главное вы отвыкнет от стресса понимаете от постоянного ожидания чего-то плохого на следующий день вот это самое страшное человек убивает выезжая на дорогу я знаю что мне там под кустом нибудь король гаишник не нарушая ничего во время прохожу техосмотр плачу страховку не нарушаю дорожный птд еду спокойно спокойно никаких проблем никаких мне это нету плачу за то что я употреблял газ электричество воду других каких-то мне счетов не приходит вот то сделали то сделал за обслуживание за это за это всякие управляющие компании одна меняется на другую 2 2 2 на третью вот такого тут нету понимаете и самое главное здесь власть быстро реагирует на любые проблемы народа если магазина какой-то это где-то повысили цены сразу тут же наследие сигнал повышение идет но она незаметная незаметная вот вот за восемь лет за восемь лет цены на продукты за восемь лет подскочили два раза но это не сразу стало вот сразу вот так вот два раза наследие день я прошел два раза нет такого не было постепенно по копеечки по копеечки и тут же по копеечки по копеечки прошло и зарплата людей и пенсию людей сосед он получал зарплату я помню когда я сюда приехал он получал зарплату 1300 лир в месяц пекарную работу сейчас он получает 6000 бед получал около 2000 пенсии сейчас получает 4 с лишним два раза пусть все компенсировалось понимаете то что и поэт сам поднялось и компенсировалось то же самое это вот так что жить можно а кто ноет то ноет он везде ноет он и у себя новый тоже откуда приехал он и там мил погода в этом году холодная пришла вот я боюсь знать чего я быть между нами скажу когда зима холодно будет ли это будет пекло я боюсь это лесных пожаров опять прошлом году пункт как горело это было нечто это было ребят и в россии горела и по всему миру горела и гречи горели тут везде горела не дай боже думаю болеем мы будем надеяться на лучшее будем надеяться на лучшее всех вам благ хорошего воскресного вечера пока